Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Начну, как всегда, с лирического отступления. Наверняка большинство жителей СНГ, особенно представители старшего поколения, когда-нибудь отдыхали в Крыму. И наверняка вы, дорогие друзья, в Крыму, среди чуршхелы, прекрасного крымского вина, самсы, также лакомились очень классным, очень характерным татарским блюдом манты. Манты или манты. В общем, правильно и так, и так, в зависимости от происхождения, от языка. И сегодня мы, собственно говоря, поделимся с вами, с дорогой душой, рецептом этого замечательного, изумительного, действительно очень вкусного блюда. Нам понадобится либо пароварка, либо мантоварка для приготовления мант. Ну, наверное, мант будет правильно. Если нет ни пароварки, ни мантоварки, сойдет хотя бы металлический друшлаг с плоским донышком и кастрюлька. Ну, вот, собственно говоря, то, что необходимо. Но сегодня мы пойдем дальше. Мы приготовим не только классические манты, а приготовим еще... Я буду говорить один раз так, один раз так. Потому что правильно, действительно, и так, и так. А приготовим еще манты с начинкой из картошки и грибов. Почему? Приезжает дочка, она вегетарианец, и вот мы ее решили тоже побаловать чем-нибудь. Почему я решил это сделать? Ну, вообще, манты или манты готовятся в зависимости от региона. Вообще, это тюркское блюдо. И, кстати, обозначает голова варвара. Почему-то вот в переводе с тюркского обозначает голова варвара. Готовятся также с тыквой. Готовятся просто с грибами. Готовятся с картошкой. Готовятся с различным мясом. Готовятся со смесью мяса и тыквы. В общем, вариантов начинки очень много. Ну, мы сегодня предложим два варианта. Классические манты и манты с начинкой из картошки и грибов. Итак, в первую очередь, для начинки, для нашего эксперимента, мы поджарили грибочки с лучком и приготовили картошку-пюре. Вот это вот будет одна начинка. Вторая начинка у нас классическая. Нам понадобится мясо говядины. Нам понадобится бараний жир. Для классической нужен именно либо бараний нутряной жир, либо же курдючный жир. Но вот мы будем в данном случае использовать нутряной жир. Понадобится лук. Все количество ингредиентов я размещу в описании видео. Естественно, нам понадобится основное блюдо. Основная специя это зира. Для теста нам понадобится мука. Опять же, такие количества я размещу в описании. Холодная вода. Одно яичко. И соль, друзья. И первое, с чего мы начнем, это приготовим тесто. Для того, чтобы приготовить тесто, возьмем емкость, поместим в нее яичко, соль приготовленную. Перемешаем это все тщательно. Добавляем воду. И теперь начинаем вносить муку. Вот таким вот образом. Все перемешиваем. После того, как все перемешали более-менее хорошо, надо тесто начинать вымешивать. Причем, ну, можно, наверное, в тестомесильной машине не получится его вымесить, потому что тесто достаточно крутое. Поэтому нужно вымешивать руками. Вымешивать тесто надо тщательно, качественно и долго. Порядка пяти минут займет у нас вымешивание. Ну, мы вам покажем конечный результат, какое тесто у нас получилось. Вот до такого достаточно крутого состояния замесили мы наше тесто. Лариса вымешивала его где-то в течение пяти минут. И теперь, друзья, собственно говоря, тесто само мы заворачиваем в пищевую пленочку. Вот таким образом. Оставляем его на минут 20 отдыхать. А сами приступаем к приготовлению мясной начинки. Первую начиночку приготовим ту, которая попроще. Из наших заготовок картошечки пюре и поджаренных с луком грибочком. Смешаем ингредиенты. И вот тут, друзья, если вы хотите получить вегетарианские манты, то ничего не добавляйте. Если вы хотите получить более красивый, такой характерный вкус, и, собственно говоря, не заморачивайтесь с вегетарианством и получить более сочные манты, тогда в этот фарш можно добавить еще процентов 5 очень мелко нарезанного либо курдючного, либо нутряного бараньего жира. Теперь добавим зиру. Берем щепотку зиры и тщательно растираем ее в ладонях для того, чтобы она отдала хорошо фаршу, ну, начинке свой аромат. Вносим зиру. Лариса решила две щепотки, но, в принципе, я ее полностью в этом поддерживаю. Все тщательно перемешиваем, чтобы у нас получилась более-менее однородная начинка. И на этом легкий вариант начинки для мантов будет закончен. А, посолить? Солить мы не будем, потому что у нас пюре и грибочки уже посолены, мы просто поперчим. Понял. Поперчим. Я не пробовал, а оказывается, заготовки были уже посолены. Ну, они сразу, когда готовятся, их проще посолить, чем потом. Ну, в любом случае, досолить всегда можно по вкусу, так как начинка полностью готова, то ее можно пробовать на соль, перемешивать и добавлять еще соли. Первую начиночку оставляем в сторону и займемся нашей главной мясной начинкой. Для того, чтобы сделать правильную начинку для мантов, мяско надо порезать на вот такие вот беточки. Лариса сейчас покажет, как. Ну, вообще, начинку для самсы, для мантов, ее нельзя делать, или для мантов, если так будет правильнее, ее нельзя делать из фарша. Ее надо обязательно делать из резаного мяса. Так как говядина само по себе достаточно, ну, нельзя сказать, что это жесткое мясо, требует просто особого подхода. Мы его будем готовить, то есть не жарить, не варить, а готовить на пару. И нам надо, чтобы начинка, чтобы вот те вот кусочки мяса, которые мы порежем, у нас были очень нежные, очень вкусные, очень сочные. Ну, в общем, были очень-очень. Поэтому мы немножко подготовим нашу говядинку. Порезали вот на такие беточки и отобьем ее тяпкой. Отбили все беточки. И теперь нам надо мяско нарезать на маленькие-маленькие кусочки, квадратики. Квадратики должны быть со стороной где-то 5-6 миллиметров. Чем меньше будут наши квадратики, тем, собственно говоря, нежнее будет наше мяско. Вот таким вот образом, друзья, мелко-мелко нарежем все наши беточки. Нарезаем вначале, допустим, поперек волокон, а потом вдоль волокон. Вот такую вот медикулярную нарезочку. Итак, порежем все мяско и будем действовать дальше. Порезала Лариса все мяско. Получилось вот такое вот оно, меленькое-меленькое. И следующим этапом, друзья, точно так же мелко нам надо порезать внутренный жир. Соотношение жира и мяса по весу у нас 1 к 4. Жир должен быть охлажденный, чтобы он легче резался. Потому что, если он долго полежит у вас при комнатной температуре, резать его будет достаточно такое неприятное и трудоемкое занятие. Конечно, курдюк значительно вкуснее и значительно лучше. Но подойдет и внутряной жир. Можно, я прошу прощения, можно использовать и свиной жир, но тогда мы не получим классического вкуса. Таким вот образом, дорогие друзья, мелко-мелко порежем весь наш жирок. Порезанный жирочек отправляем к нашему фаршу. Потом его перемешаем. А третьим этапом подготовим лук. Если мы брали 400 грамм мяса, 100 грамм жира, то лука, соответственно, берем 300 грамм. лук надо порезать тоже достаточно мелко. Достаточно мелко, да, мы полосочками. Не так мелко, как мы резали этот жир. Ну, вот таким вот образом. И весь лучок отправляем его тоже в емкость с нашей начинкой. Чик. Кусочек, который упал, отправляем туда же. Чик. Теперь, друзья, тщательно все перемешаем. Приготовили немножко водички. Посолим. Из расчета... Ну, вот Лариса у нас получается здесь 800 грамм. Взяла хорошую щепотку соли. Но, опять же, солить надо по вкусу. Добавим черный перец. И, естественно, зиру. Без зиры вообще невозможно ни одно блюдо восточной кухни. Ну, наверное, за исключением сладости. И то, в сладости некоторые тоже кладут зиру. Вот так, две хорошие жмени. Добавляем сюда несколько ложек холодненькой водички. Просто обычная холодная вода. И фарш надо вымесить после этого. Вот так вот, обминая. Ой, как зира пахнет. Вкуснятина. Хорошенько обмяли фарш. Лук немножко пустил сок. И оставляем его мариноваться. Вот таким вот образом. Тоже минут на 20. А в это время займемся приготовлением основы для... Ну, основы непосредственно для самих мант. Пока наша начинка маринуется, Лариса вооружилась скалкой. Я немножко напрягся. Но потом понял, что все-таки будет тесто. Естественно, нам его надо раскатать. Обожаю, когда Лариса что-то делает с тестом. Вообще, для меня тесто, наверное, это самая большая магия. Какая колбаса у Ларисы получается. Зачем же она скалкой вооружилась? Я опять напрягаюсь. Ладно, друзья. Режем тесто на порционные кусочки. Вот такие вот примерно по размеру. А после этого, забегая вперед, скажу, что нам их надо будет раскатать в лепешечки. Причем, раскатать в лепешечки надо будет не просто плоские, а несколько такие хитрые. Конечно, восточные хозяйки делают это очень виртуозно. Мы наблюдали несколько раз в Крыму, как женщины раскатывают вот эту вот основу для мантов или для мантов. Немножко поучились у них, но у нас получается не так хорошо. Но поверьте, если вы один раз делаете это блюдо, вы его настолько полюбите, если вы, конечно, не наслаждались им в Крыму или где-нибудь еще в странах Азии, вы настолько полюбите его, что будете делать его регулярно. Помимо этого, манты хороши тем, что их можно как и пельмени, как и вареники делать впрок. То есть, их можно налепить там сразу. Вот мы садимся всей семьей, налепили их такую тучку и потом заморозили время от времени балуем себя. Точно так же, собственно говоря, делаем с варениками и пельменями, которых мы очень долго почему-то не лепили. Итак, друзья, секрет в том, что нам надо вот так вот размяли наши порционные кусочки и раскатывать его таким образом, чтобы серединка была чуть-чуть толще, чем края. Вот видите, как Лариса делает? Проворачивает его и не полностью прокатывает, а начиная, отступая где-то одну треть диаметра от края. То есть, таким образом, серединка у нас получается немножко толще. Ну и, собственно говоря, желательно добиться, чтобы где-то хотя бы примерно наша основа была, имела форму круга. вот когда это делают крымские такие тетеньки колоритные все в муке, у них получается практически идеальный круг, но у нас он идеальным не получается, но это не беда на самом деле. Объясню, почему у них так все виртуозно получается. У них есть специальная скалочка для этого. Аж она в середине впуклая. Наверное, я, если честно, не рассматривала, но у них она немножко другой формы и они не извращаются так, как я сейчас по чуть-чуть краешки, а они просто раскатывают и у них получается серединка толще, а наружная часть она как юбочка получается. Да, я думаю, что я пошутил, конечно, по поводу впуклости и выпуклости. Скалочка немножко вогнутая и таким образом не сильно раскатывает центр и получается правильной формы правильного сечения получается основа. Но мы обходимся тем, что у нас есть и делаем вот так. Таким образом, друзья, будем готовить все основы. Они у нас пересыпанные мукой. Вот так вот пересыпали и сложили следующую. сделаем еще одну, чтобы было совершенно понятно. Остальные уже будем готовить без камеры. Вначале раскатали более-менее правильный кружочек, а потом начинаем раскатывать от трети, чтобы не затрагивать серединку. Наша доченька, я думаю, порадуется вегетарианским мантом. Практически уверен. Точно так же пересыпаем мукой и складываем. И таким образом готовим нужное нам количество. Друзья, наделали мы такую гору. Ну, как мы? Мы это громко сказано. Лариса наделала. Я тут операторствовал, в это время видео другое монтировал. Ларисочки ручки золотые налепила на гору основ. Теперь завернем ее в стретч пленку пищевую и отправим в холодильник. Минимум минут на 20-30, чтобы основы охладились. Но замораживать их не надо именно в холодильник. Они нам нужны не замороженные, а охлажденные, дорогие друзья. И через 20 минут мы, собственно говоря, приступим уже к приготовлению непосредственно, ну, вначале не к приготовлению, вначале к формированию. В общем, стретч-пленка чего-то заупрямилась и совершенно не хочет обматываться. Суть такая, что нам надо завернуть наши основы и отправить их в холодильник. Прежде чем приступить к варке мантов, вернее, к лепке мантов, к формированию, мы приготовили, ну, вот у нас такая мантоварка, то есть состоит она из кастрюли вот такой вот штуки с отверстиями в донышке. Она ставится вот таким вот образом и крышки, чтобы потом закрыть. Но ставить это не надо, оно не должно нагреваться, то есть сама мантоварка не должна у нас нагреться, потому что мы на нее будем выкладывать, мы должны на нее выкладывать манты, чтобы она была холодная. То есть мы поставили водичку, чтобы она закипела. В это время приступим клетки. Основа охладилась, фарш промариновался, сняли с него пленочку, пахнет он просто божественно. И приступим к самому интересному, к формированию мантов. Фарша должно быть много в одной манте. Она у нас будет такая хорошо мясная, мясно-луковая. Ну и вот теперь как их слепить. Делаем конвертик с двух сторон. Теперь заворачиваем с противоположных двух сторон. И вот эти вот хвостики вот таким вот образом немножко растягиваем и соединяем между собой. То есть фарш не должен быть закрыт, он будет открыт. вот видите, он выглядывает, его даже видно. Вот такая вот красотуленька у нас получилась. Ну это как бы один из вариантов лепки. Ну это самый красивый вариант, самые красивые получаются манты. Вообще вариантов очень много. Опять-таки повторим процедуру. побольше фаршика. Фаршика должно быть много нашей вкусняшки. Залепливаем два края, потом еще два края. И потом оставшиеся хвостики слепливаем между собой. Тесто тянется и совершенно спокойно позволяет нам это сделать. Тесто будет приготовлено на пару и оно получится воздушное практически. Ну вот оно практически такое неосязаемое. Очень классное, очень вкусное. Мне очень нравится. Вот если честно, мне манты нравится больше, хинкалием. Ну и делать их проще по большому счету. Но опять же таки на наш взгляд. Итак, еще раз посмотрим. Выложили фаршик. С двух сторон слепили. После этого слепили с противоположных сторон и слепливаем хвостики. Таким образом, друзья, мы сформируем сейчас порцию, которая нам нужна для того, чтобы сварить, показать вам и продегустировать. Ну собственно говоря, потом перейдем в процесс приготовления. Налепили мы вкуснятину, друзья. теперь донышко пароварки смазываем растительным маслом. Немножко захватываем стеночки, потому что если будут прикасаться к стеночкам, тоже, чтобы не приставало. Ну буквально на сантиметр чуть больше. Выкладываем манты в пароварку. Выкладываем так, чтобы они не прикасались друг другу. ну собственно говоря, обычная электрическая пароварка, которая многоуровневая, очень хорошо для этих целей подходит. А идеально, конечно, многоуровневая манты пароварка. И перемещаем все это на кастрюлю с кипящей водой. Водичка кипит, кипеть должно достаточно хорошо. Помещаем на пароварку, накрываем крышкой и варим в течение получаса. А через полчаса, друзья, попробуем, что у нас получилось. Готовы наши манты. Мы смазали тарелочку сливочным маслом. И первый слой мы уже сняли. У нас в несколько слоев это пароварка. И достаем второй слой из пароварки, выкладываем манты на тарелочку, смазанную сливочным маслом. Теперь берем вот так сливочное масло и сверху немножко обмазываем каждый мант, обмазываем этим маслицем. Сверху немножко украшаем нарезанной кинзой и можем кинза придаст аромата еще дополнительно и можем пробовать. Так, друзья, в первую очередь разрежем вот этот у нас с картошкой и с грибами. вот он выглядит вот таким вот образом. Видите, тесто очень тоненькое и тоже получился достаточно сочный. Во всяком случае, внутри сок. А второй разрежем с мясом. они прям купаются в соке. Вот, с этого вообще аж стекает сок. вот такой вот он на вид. Ну и сейчас попробуем. Ну, сперва, друзья, попробую экспериментальный. Мне самому интересно, потому что тот я знаю, какой на вкус. Очень интересное сочетание. Картошка, грибы и зира. Реально вкусно. не могу сказать, что мне не нравится, а дочке понравится уж точно. Хотя я и не приветствую этого вегетарианства. Но вот если бы мне дали его просто попробовать не сказали бы, что это, я с первого раза бы не понял, что это подделка. Ну, не подделка, что это особые манты. Ну, и попробуем с мясом. Хотя результат для меня ожидаемый. но это, конечно, очень вкусно. Нежнейшее мясо получилось, вообще не чувствуется. Оно настолько классно приготовилось. Причем вот, не знаю, как показать, оно такое рассыпчатое, то есть оно не слиплось к котлету, потому что мы фарш не делали на мясорубке, а резали его. Он такой очень рассыпчатый, рассыпчатый, очень сочный. И тесто. Тесто просто тает во рту. Вкус очень сложно передать. Вот классический, для меня это классический все-таки вкус Крыма. Друзья, поэтому с удовольствием представляем вам этот рецепт. Он классный, он правильный, у вас точно все получится. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Естественно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Ставьте пальцы вверх, если вам видео понравилось. Если не понравилось, можете ставить пальцы вниз. Мы будем снимать для вас новые интересные видео, друзья. Всего доброго, пока.